Патриарх Алексий Они с Владимиром Владимировичем Путином были на острове Валаа, в гостях у владыки Панкратия. Такой был разговор, как бы это нам сделать, чтобы вернуть то пение, которое звучало в храмах. И посетовали на достаточно низкий уровень образования. Нигде, кроме как в регентских классах, не дается систематическое образование церковного певчего регента. А церковных композиторов вообще нигде не воспитывали. Я видела, как людям интересно. То есть они приходили все ко мне и пытались на эту тему все время разговаривать. Я поняла, что им этого не хватает, что это нужно. Я поняла, что это нужно. Главное имя, и делай, и благослови, и благополучно начати, спешно, кроме всякого препятствия, слава Твою совершите, як всесильному царю молимся, услуеши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Это, конечно, уникальное явление нашей Академии православной музыки, и аналогов не имеющего они в России не были, поэтому прошу не преддаваться соблазнам нашего города красивого и посещать певцы, и причем, хочу сказать, строго. Мы подготовили для вас интереснейшую, богатую просветительскую программу, которая действительно раскрывает историю русского церковного пения во всех его аспектах и во всех связях с разными православными певческими традициями. И в течение обучения вы получите много нот, методических материалов, списки литературы, которые дальше вам помогут поднимать ваше певческое дело в храмах, приходах, учебных организациях. И пришли к тому, что неплохо было бы сделать на Валааме школу православного пения и приглашать туда певчих, регентов, приглашать тех, кто знает эти распевы и обучать их этому. Ну, как-то школа на Валааме не сложилась, и мне поручили, советник президента в то время Юрий Константинович Лаптев, как бы поручил мне подумать над концепцией, чтобы эта идея не пропала, не канула в лето, то есть подумать над этой концепцией. Так как я продюсер, то есть они меня знали, что я в то время была проректором как раз в консерватории. Вот. И я, как бы, стала думать. Думать. Подключила кафедру леденинерусского распева, вот Катю Смирнову, которая потом стала у нас научным консультантом. И русское церковное пение, так же, как и византийское, сербское, болгарское, не имеют инструментального сопровождения. Это пение ахапелла. И это пение в храме. И жисти он, ахапелла. Вообще, в целом, богослужение называлось пением. А музыкия возникла, как нечто инородное. Господи, помилуй. Структура наших занятий сложилась практически сразу в 2009 году. Это лекции вот такие вот обширно-обзорные, исторические, нейтрологические. Это творческие мастерские. Мы учим, как литургию древних распев, в которую готовят специальные исследователи-медиависты. Чуть-чуть побыстрее. И выпустят тех, кто выпускали, и выпустят тех, кто поет белым. И тогда это будет супер вообще. Это будет супер. Попробуем. Стремление мягкое к кульминационным моментам, именно текстовым кульминационным моментам. И в этом отношении как раз и получается три составное сладкоголосование. Разучиваем с нашими академистами композиторскую музыку XVIII, XIX, XX веков и музыку XXI века. Ведь мы не можем разорвать, вычленить пение из самого богослужения. Там непременно будет участвовать икона, фреска, хореография священников, облачение. Вот все вот это, сам общий ритм богослужения, он и создает вот это вот литургическое время, литургическую ситуацию. Сюжеты страстного цикла перемещаются со стен, перемещаются на алтарную стену. Они заменяют собой некоторые изображения в алтаре. И вот здесь мы видим сюжеты, здесь сошествия святого духа, ну и так далее. Но каждая архитектурная часть и каждая живописная и изобразительная часть имеет свое место вот в этой общей символической структуре, в общей символической гранте. Спасибо. Наши студенты пробуют писать иконы и потом свои работы представляют на заключительном концерте. Ну, наши ребята приезжают из разных стран мира, и есть те, кто впервые посетил Россию и не знает русского языка. И в нашей академии они впервые осваивают русский язык. У нас разработан замечательный авторский курс, в котором освоение языка чередуется с прочтением молитв. За вот эти вот четыре года нашу академию посетили участники более чем 40 стран мира. То есть это обширнейшая география, а если перечислять города России, то их будет около 50, начиная от Калининграда, заканчивая Хабаров. Искалия, Италия. Нидерландия, Нидерландия. США, the United States of America. Искалия, Россия, Россия. Наши гости знакомятся с Санкт-Петербургом, из достопримечательностей Ленинградской области. Причем это не светские достопримечательности, это храмы. Но храмы новые, построенные по старинным канонам, из дерева. Однако вот уже за последние 20 лет... Сicia у they the id alleysin, their race on, their race on... Фу цитрун... Фу цитрунга, у первой футбол! Великий Новгород Великий Новгород Великий Новгород Несколько знакомств Много, много людей Из разных стран Которых объединяет вера Я обязательно привезу ноты В Австрию Мы будем песни С хором с моим Эти песни Надеюсь и в Литву Тоже передам Очень приятно, меня зовут Светлана, я из Болгарии. Я скоро начал петь хоре, и для меня этот опыт открывает новый мир, православные музыки. И для меня пожить так в России, именно опыт изучения православной музыки, это мне очень много дает, я думаю, просто на жизнь вперед. И со всего мира очень сердечные. Мы очень часто по занятиям собираемся, в гостинице, поем песни, все время поем. Мы провели, наша мечта сбылась. Мы провели сейчас в Исаакиевском соборе литургию миссионерскую. Дьякон Андрей Кураев тоже в истории, можно сказать, такого уровня она была впервые. Я больше всего боялась, что это будет не принято Богом, потому что пять раз остановки, и людям начинается разъяснение, что происходит. А по ощущению, как там проходило что-то, по ощущению не только моему, но по моему я сразу поняла, что Господь все принял, потому что ощущение благодати присутствовало. Но это стоит, можете представить, сколько это все стоит, если 90 человек хора стояло из всех вообще разных стран. И когда основа костяк были специалисты из разных монастырей, то есть известных, которые умеют это делать, которые умеют это исполнять, это же специалисты. Они жили здесь и учили-то там две недели-три, это же все стоит больших денег. Литургия проходила в Исаакиевском соборе, и вот интересно, что собор был построен в 19 веке, а музыка, которая звучала в нем, намного старше собора. Эта музыка была написана в 17 веке, но она очень органично звучала под этими сводами, особенно вот роскошные многоголосные полотна. Литургию исполнял наш сводный хор академистов, усиленный лучшими хорами Русской Православной Церкви, это и хор Древнерусский Распев, и хор Московского Свято-Данилова монастыря, и праздничный хор Валаамского монастыря. Пели мы по старинной традиции, пели мы на два лика, то есть на два хора, который стоял справа и слева от алтаря, и у нас было введено в службу амвонное пение, то есть один из коллективов стоял напротив алтаря, это был женский хор, который изображал пение отроков, ибо раньше в храме пели мужчины и отроки. И это было потрясающее ощущение, я стояла рядом с хором, я могу сказать, что подобного духовного переживания, вы знаете, я, наверное, не испытывала ранее. Слава Душник Богу и на земний мир человеческого боговения! Слава Душник Богу и на земний мир человеческого боговения! Господи, у сне наша, отвертайши, и у сна в наших развестях! Бейте Господи, белосunicum и освящение черпы, Господи, Бог Бог нас всегда на Holy Spirit, Да исправить Господь Богу, подсаживая себя, всегда, ныне, и в Харисах, что мы из Греческого означали «благодарение». И вот мы, начиная, путь, дарение Бога за те тары, которые Он нам принес, мы не начинаем все эти вещи без заветных писаний. Мы благодарны Богу за то, что Он нас создал, за красоту этого мира. Благослови Душа моя, Господа, благослови Дети и Господи. Благослови Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Бог. Благослови Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Бог. Гриста моя, Ваши восемьfeedи Господи. Благослови Душа Христа, и любви Бога и Отца, и причастия Святого Духа. Будим со всеми вами И слава моей Время и меряйте в сердце 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 Аминь. Программа завершается большим отчётным концертом в капелле, на котором наши академисты представляют то, чему они были учены, то есть то, что они выучили на своих мастер-классах. И каждый раз концерт – это как такой ларец с очень необычными драгоценностями. Вы знаете, подчас мы сами, организаторы, не знаем, что же будет на концерте. Субтитры создавал DimaTorzok А завершается наш фестиваль на острове Валаам, куда мы уже едем после отчётного концерта. Наши академисты уже вооружены знанием, самое сложное осталось позади. И на Валааме их ждёт завершающее событие, очень важное. Это концерт в Спасо-Преображенском храме в Валаамской обители и божественная литургия. Есть люди, которые после вот этой литургии стали ходить в храм и выцерковились. Есть люди, которые писали, что эта литургия настолько перевернула их представление о богослужении, что они пошли петь в церковный хор и стали исполнять, и принесли именно эти древние распевы. Песня. 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 Я работал руководителем хора в католической церкви, но в то же самое время я работал и руководителем хора православного в униатской церкви. Восемь лет тому назад я перешел в православие, перед этим я был католиком. И я надеюсь, что сегодняшний день будет очень интересно. Для меня главным моментом сегодняшнего дня был даже не концерт, где мы все пели, а именно молитва, которую я прочел перед могилой Сергея Еремия. Бульгария, Румыния, Грек, но копты я никогда не думал. Это очень интересно. Очень интересно было именно то разнообразие православной музыки, которую нам представили во время этой академии, даже коптские традиции. В этом году у нас был интереснейший мастер-класс коптской певческой традиции. Хотя копты не являются православными, но мы должны помнить, что именно Египет явился родиной монашества. Именно там были организованы первообители и монастыри. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И еще филфака в Ингрии В дальнейшем я хотела бы стать преподавателем английского языка В следующем году мою дипломную работу на филфак я собираюсь написать о древнерусской музыкальной культуре и именно о литургии Валамского монастыря и о Валамских расстрелов Поблагодарить всем организаторам, администраторам нашим, которые очень много трудились, чтобы нам здесь было хорошо и интересно Желаю им еще дальнейших успехов и еще таких счастливых участников и участников, как бы Потом уже в рамках Академии православной музыки нашей появились уже другие ответвления Великопостные концерты на следующий год Еще год прошел, появился композиторский конкурс духовной музыки Сейчас вот еще год проходит У нас уже как бы есть мысль сделать крещенские вечера Да, это моя профессия и вы знаете, это, наверное, образ жизни Потому что я могу сказать, что любой человек, который связывает себя вот именно с возрождением вот этой церковно-певческой традиции Он очень сильно меняет свою жизнь Потому что получается, что ты служишь этому Сложилась уже постоянная публика, которая приходит на концерты И видно, что эта публика омолодилась И видно, что среди них много светских людей которые ищут свой путь и идут в храм То есть наши концерты Это своего рода их дорога в храм Иисус, свет и весел И женщина за под солнцом Иисус, свет и весел 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok